20 стран четырех континентов и 100 участников конференции. К обсуждению, как говорят сами журналисты, самой страшной темы, они пригласили силовиков, политиков, психологов. Также здесь ООН, ОБСЕ. Суть мероприятия во встрече людей разных взглядов, подчеркивают обозреватели. Сами же акулы-пера приносят посильную пользу, выступают в роли своеобразных аналитиков и помогают специалистам изучать ситуацию, которая, признаются собравшиеся, внушает тревогу. Терроризм развивается и обрастает новыми технологиями, в том числе в сфере информации. Первые 10 лет на конференции речь шла о поведении журналиста в случае террористического акта, о том, как правильно рассказывать о происходящем, чтобы не напугать людей. Сегодня же на 11 конференции всех интересует совершенно другая тема. Эксперты должны изучить ментальность террористов и методологию их работы, уверен советский и российский журналист, историк и писатель Леонид Млечин. Мне кажется, что самое главное, это попытаться понять, почему молодой человек из любой страны, из России или Великобритании, вдруг собирает рюкзачок и отправляется бог знает куда, чтобы убивать людей. И он делает это сознательно, с полным ощущением, что он творит добро и служит какой-то справедливости. Почему с ним это происходит, что в основе этого лежит, кто на него повлиял, какие процессы у него в мозгу происходят, что в общественной среде происходит, что формирует его это представление. Вот это понять самое главное. Если ты это поймешь, то, во-первых, сможешь объяснить, что и как происходит. Во-вторых, может быть, ты поможешь обществу найти какие-то средства борьбы с этим. Известный же деятель российского телевидения, президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко отмечает, польза от проведения мероприятия, конечно же, есть. Но методов борьбы здесь не выработать. Я не верю в решение конференции. Здесь люди обсуждают, а любое обсуждение дает знание. А любое знание приносит пользу. Вот цепочка, которую мы стремимся достичь. Конечно, в одночасье решить проблему борьбы с терроризмом участники не в силах. Обмен опытом российских и зарубежных журналистов, созидателей телевизионных программ, фильмов, радиопрограмм, интернет-ресурсов, посвященных антитеррористической тематике. Это главная цель конференции, которую участники успешно реализуют на своих медиаплощадках. В конце концов, в начале каждого большого дела было слово. И словом тоже можно бороться. Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.